В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, ребята! Я приветствую всех, кто собрался сейчас у экранов телевизоров, чтобы посмотреть передачу о церковно-славянском языке. Давайте прежде всего помолимся Богу, да благословит Он наше доброе дело. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови! Ребята, в этот раз мы подробно поговорим о слове, без которого немыслима сама жизнь православного человека. Это слово «Христос». Для тех, кто вырос в православной семье, оно стало родным с самого рождения. А для тех, кто позже сам пришел к вере, с того самого мгновения, когда, открыв сердце навстречу своему Создателю и Спасителю, они во время Таинства Крещения впервые произнесли заветные слова символа веры, исповедовав, что веруют во единого Господа Иисуса Христа. Вспомните, друзья, какое имя было дано Сыну Божию при рождении, при воплощении Его на земле ради спасения людей. Об этом рассказывает евангелист Лука. То есть, и когда прошло восемь дней со дня рождения Бога Младенца, нарекли имя Ему Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия Его в очреве. Действительно, возвещая Деве Марии, что она станет матерью Бога, ангел Господень сказал ей, «И родиши сына, и наречеши имя Ему Иисус». Иисус – это древнее имя, которое носил не только поплатившийся Спаситель, но и, например, Иисус Новин, вождь израильского народа, преемник Моисея. Только обратите внимание, ребята, когда мы имеем в виду Иисуса Новина, то имя Иисус пишем без титла. А вот когда повествуем о Господе Иисусе Христе, имя Иисус пишем вот так, обязательно, под титлом. А слово «Христос» с греческого переводится как «помазанник». Вот так оно пишется по-гречески, а вот так – по-церковно-славянски, с десятиречным и в корне. Кого же называют помазанником? Помазанниками в древности называли избранных людей – пророков, первосвященников и царей. Когда их возводили на высшее служение, то над ними совершали особый торжественный обряд – помазание елеем, освященным оливковым маслом, в знак благословения Божия. Это означало, что на них пребывает Дух Божий. А воплотившийся на земле Господь сам объединил в себе эти три высших служения – пророчество, потому что Бог – всеведущий, совершенную святость и царское могущество, потому что Бог свят и всесилен. Вот почему наш Господь, Сын Божий, именуется Христом. Апостол Филипп говорит, что имя Иисуса Христа выше всякого имени. «Несть бо и нага имени под небесем, а нем же подобает спастисья нам». То есть, только почитая Господа Иисуса Христа своим Богом, молясь Ему, следуя Его заповедям, люди могут обрести спасение – вечную жизнь. Ребята, слово «Христос», когда речь идет об имени Божием, обязательно пишется под титлом. Вот так. Но, как мы уже говорили, это слово может относиться не только к Господу, но и, например, к царю или пророку, древнему помазаннику Божию. И тогда оно пишется без титла. Вот как в Псалтире обращается к Богу пророк Давид. «Защитниче наш, виждь Божие, и призри на лице Христа твоего». То есть, «Защитник наш, увидь Божие, и обрати свой взор на лицо помазанника твоего». Посмотрите, ребята. Здесь слово «Христос» написано без титла. «Кого царь и пророк Давид называют помазанником?» Правильно, самого себя. Ведь он был царем Израиля, был помазан на царство и правил 40 лет. А этот Псалом написан им в тяжелую пору, когда он чувствовал, что грехи удаляют его от Бога. Царь Давид был святым человеком, и он хотел всегда быть с Господом. А как называют людей, которые верят в Господа Иисуса Христа, Бога-человека, нашего Спасителя, одного из лиц Святой Троицы? Правильно. Последователей Христа называют христианами. А само божественное учение, которое дал Господь для спасения, называется христианством. Посмотрите, ребята, эти слова мы пишем под титлом, потому что они родственны слову «Христос», именующему Бога. Есть в церковно-славянском языке и другие однокоренные слова. «Христолюбивый», то есть «любящий Христа», Христоименитый, носящий имя Христова, то есть христианин. А вы, друзья, можете назвать слова, начало которым дало имя Господа нашего Иисуса Христа? Постарайтесь записать их, помня о том, что слова, обозначающие имя Божие, мы всегда пишем под титлом. Ну что же, настало время прощаться. До следующей встречи, друзья. И дохранит вас Господь. Продолжение следует...